У нас очередное включение. Что-то мы толкаемся, толкаемся еще на одном месте. Да, прям там. Татьяна уже говорит, что она думала, что масштабы нашего разгрома будут не такие большие. Но оно как обычно, как начал и потом пошло, понеслось. Да, хорошо бы успеть еще сегодня за один день, все, если честно. Давай расскажем, что мы сделали. Что мы сделали? Так, здесь у нас пустые ванночки. Готовимся к открытию следующего пункта выдачи. Татьяна улыбается, хочет еще открыть. Ну вообще, в принципе, просто когда пункт выдачи открываешь, надо же заранее готовиться. Помнишь, как мы к этому тоже заранее готовились? Потому что так вот открываешься, чем-то надо витрины наполнять. Надо же где-то это брать, поэтому мы заранее собираем все. Да, у нас, правда, еще вон там одна внизу есть коробочка. Надо, наверное, ее переложить в большую. Сейчас будем разбираться с ней. Из нее тут выбирает, поставишь, некрасиво будет. Вот, здесь у нас коробки с подарками. Рима даже тут изощрилась, нарисовала, что это подарочные коробки. Чтобы было понятно, ты достаешь и потом гадаешь, что там в той коробке. Да, смотрите, какую она красивую розочку. Красивую, кривую. Тут мы запаковали вот эти наши розочки. Вот, у нас их там очень много. Мы даем их, когда тестить парфюм, человек с собой забирает. Вот, ну или когда занимаемся рекрутингом, ходим по улице. Мы раздаем наши вот эти, про которые Рима говорила. Ароматные визитки. Ароматные визитки, да. Ну не мы, Татьяна раздает, Рима на подтанцовке так. Носит ей корзинки, а Татьяна активно работает. Рима не любит такие живые методы. Она боится людей. Уже накидали целую коробку мусора. Да, смотрите, трындец. У нас, короче, сегодня генеральная уборка. Пыль подняли. Так-то вроде пыли нету, а оно когда начинает, что-то это все двигать. Ну, в общем, сейчас мы будем заниматься уже вторым стеллажом. Сейчас я ее протру. Сейчас Татьяна уже про витрины говорит. Сейчас вот я вот так вот отойду. Сейчас я все это там тирану, вниз выложу каталоги, как у нас на первом стеллаже. Да, вот я, кстати, тогда не подходила, не показывала. Вот оно как. Вот, смотрите, теперь. У нас теперь внизу будут только каталоги. Потому что нам нужно освободить основной стеллаж. Опс, мама. Опс, опс, я задела. Просто тут ногами много чего всякого лежит. Да. Еще пока тут все разбросано. Вот, смотрите, сколько мы уже мусора тут насобирали. Какие нашлись раритетные губные помады. Которых уже сто лет в помине давно нет. Но у Тани и у любительников помад все это лежало в загажнике. Так, а что тебе не жалко их выбрать? Вот, нарыли этот варио для век. Крем, который был у нас когда-то. Старый лак, который был у нас для ногтей когда-то. Вот, это вот. Это помады не жалко выбрасывать? Так они уже им сколько времени. Уже страшно им его выкрасить. Так это же помады были самые твои первые в фаберлике. Это были мои, да. С которых у тебя началась любовь. Любовная любовь. В общем, мусор тоже прибавляется. Короче, приступаем к следующему, к следующей витрине. Да, самое главное вот оценить масштаб. У нас это место, что-то кажется, высвобождаем, высвобождаем. Пока не сильно видно, что оно высвободилось. Или у нас вот эта сверху дырка, это там уже пусто. Нет, больше нечего ставить. Мы растасовали. Ну, возможно, встанет еще одна коробка с пустыми банками. Потому что нам же нужно там еще то, что будет повторяться. Нам надо будет это все помыть. И у нас же тут есть коробки для мусора. Ну да. Вот, вот про эту стойку Татьяна говорит. На нее, кстати, надо налепить. Я налепила, ой, распечатала эти наклёпки. Поэтому часть пустых баночек уйдет туда. Те, которые будут повторяться, естественно, зачем нам в большом количестве. Мы их отправим туда. Но это мы сегодня не будем перебирать. Но это не сегодня точно. Это в отдельный день, потому что это тоже долго будет. Ну, коробку надо эту все равно оттуда убрать. Вот. Ну, короче, движ продолжается. Масштабы, смотрите, нашего хаоса, который мы тут навели. Да, это вот то, что я убрала с пола. А, кстати, вот я вам что пойду покажу, пока Татьяна там занимается. Смотрите, что мы придумали. Тетку с сиськами. Манекен для нижнего белья, который мы сюда брали у Любы. Ну, он сейчас не особо востребован, потому что белья мало. Мы поставили на самый верх шкафа, и чтобы он не сильно портил вид, поставили туда букет с мыльными розочками, который у нас все время откуда-нибудь падает. Татьяна уже его выбросить хотела. Да, он уже где у нас только не стоял. Даже пытались его повесить в примерочную, но он что-то висеть не хочет, стоять не хочет, потому что у него неудачная конусообразная вот такая вот, как даже ее вазочкой не назовешь, формочка. Ну, подставка. Короче, плохо стоит она на месте. Нет у нее... Им бы надо было наоборот вот так сделать, наверное. Или просто ровную, как цилиндр. Или просто ровную, как цилиндр. Как-то неудачная такая форма. Форма? Да, неустойчивая. И она вот здесь не падает, это всюду. Так вот теперь лучше будет выглядеть. Вот, меня еще бесят вот эти провода. Не могу прям. Тебя там на полке как-то неровно стояла, бесила. Меня вот эта картина бесит. Провода? Да. Ну, не знаю, мне они особо не кидаются в глаза. Не знаю, мне кидаются, я их ниже. Я бы их, может, как-нибудь туда в бок собрала. Ну, блин, там, наверное, не хватает длины, да? Я уже думала, может, прям и стойку развернуть и закрыть. Но тогда будет нам неудобно смотреть, какие там подарки люди выбирают. Вот процесс. Татьяна залезла. Пуль вытирает. Ну, ты посмотри хоть на зрителей. А ты еще снимаешь? Да, ты думала, я только уже с тобой разговариваю. Вот вам, девочки, веселье. Ой, я тут нормально не могу ходить, потому что везде катакомбы у нас. Вот видите, как Татьяна стоит на стульчике. Ты повернись в кадр, я сейчас снимаю. А, да? Да. Ну, вот потом напишут, что я тебя заставила, бедную, вытирать пыль. Никому не доверяю. Она меня не пустила оттуда. Я говорю, давайте я хоть помаху. Она сказала, иди отсюда. Это только мое. Реально, Татьяне нравится сам процесс вот этой перестановки. Она любительница чего-нибудь, куда-нибудь подвинуть, переставить. Ладно, дальше продолжаем заниматься, потому что эти ж погромы надо, хотя бы погромы сегодня разрулить. У меня и дома недавно была перестановка. Ах, кто бы сомневался. И как? Ну, мужики это не очень любят, честно сказать, перетаскивать мебель. Мне задавить, потому что им же таскать приходится, не мне. Я только команду, и они носят. И как тебе новая перестановка больше нравится? Мне так удобнее. А ты прям переставила мебель из одной комнаты в другую? Ну, тумбочку одну перетащила, да, из одной комнаты в другую. А сколько ходила, думала, куда что переставлять? Недолго. У меня это как-то высох и созревает. Ладно, будем дальше заниматься. Слушай, я уже умолилась. А я говорю, все-таки, ну, гораздо выглядит более красивее, приличнее. Да. И нижние полки... Это была отличная мысль, мне она тоже понравилась. Да е-мое! Нижние полки все-таки неудобно. Во-первых, продукцию плохо видно внизу. Во-первых, она пылится больше, потому что по низу пыль больше летает. Вот. Плюс место освободить нам, стеллаж освободить, а там каталоги. И мне не нравилось все время, как они там лежат. Мне тоже не нравилось. Вот этой кучей. А тут, получается, их не видно. Они аккуратно стоят, как книжечки. И смотрится хорошо, и пыль вытирать удобно. В общем, сплошные плюсы. Ой, слушай, что у меня там на голове? Все классно. Твои кучеряшки, чем больше ты двигаешься, тем становятся кучерявее. Я уже так разделась, мне жарко. И я бы еще раз делась, но уже нечего снимать. Да, мы тут хорошо так все порастасовали. И мне нравится, как мы сейчас все более плотненько сделали. Получается, как-то побогаче, наверное, витрина смотрится. И у нас высвободится еще дополнительно полка под женский парфюм, потому что он перестал вмещаться. Да, тоже все слишком прям натыканное, но раз даже убрать неудобно. Так, сейчас мне надо докомпоновать боковушку. Стройка, жужжит. Вот так вот и работаем каждый день над ухом. А в прошлый раз, когда я была здесь, одна, когда я работала, у нас сосед ремонт сверху какой-то делал. И вот представь, у меня с утра дома был ремонт у соседа. Думала, ну сюда приду. Пришла и тут ремонт. Еще и стройка под ухом. Ну ничего, скоро стройка закончится. Еще полгодика потерпеть. Зато должен появиться новый поток людей. Короче, Татьяна вся увлечена. Мне не нравится, что каталоги выбирают. Я хочу, чтобы они одной стопочкой лежали. Это понятно, перфекционист. Там, получается, у нас плинтус. И вот видите, каталоги вот так. А ей не устраивает это. Она хочет все, чики-пики. Не вот так, как здесь выпирает, а все ж таки выровнять. Перфекционист. Что вот с ней поделаешь? Сейчас уже до зрителей закружится голова. Видите, как все на потоке. Вот так. Вот так. Нам еще надо два стеллажа дотереть. А у нас осталось полтора часа. Поэтому бегом. Вот, короче, смотрите, что у нас получилось. А то у вас реально уже там, наверное, голова закружилась. Ну простите. Вот так вот, смотрите, как стеллаж выглядит на данный момент. Ну, подачи. Оба два. Мне кажется, прикольнее стало. Более компактно продукцию разложили. Кажется, вроде как богаче витрина. Внизу каталоги вообще супер. Вот больше всего мне, конечно, нравится идея вот с каталогами. Я, честно говоря, думала, что ты, ну, не согласишься на такое. Почему? Ну, не знаю. В чем-то такая мысль была. Ну, что ты меня монстром прям уж выставляешь. Нет, я думала, ты сочтешь их там неуместными. Угу. Вот, оказалось, наоборот, тебе эта идея хорошо пошла. Понравилось, да, потому что мне не нравилось, как они вот тут в куче стояли. Да. Это портило весь вид. Ну, теперь вот вопрос решен. Что сразу, что ты сразу такое не придумала? Так всегда, хорошая мысля. Ну, это после, а после. Да, обратите внимание на то, какой тряпочкой Татьяна вытирает пыль. Да, это же наша тряпочка наша. Многофункциональная салфетка. Салфетка, девчонки, покупайте, не пожалейте, для уборки. Для стекол мыть двери, зеркала, на кухне. Не знаю, я дома с удовольствием ей пользуюсь. Так что, берите на заметку, девчонки, кто сомневался, не сомневайтесь. Татьяна вытирает, получается, сухой тряпкой. Иногда, если где-то надо, да, она влажной, как делает. Где она у нас, средство-то? Вот оно. Вот, для стекол и зеркал вот это наше средство использует. Парфюмы по хитрой технологии переставляет. С полки ровно в таком же порядке, как они там стояли. Да, строгая очередность друг за другом, потому что... Не дай бог поставишь не так, как она задумала. Ну, потому что свои ассоциации на парфюм, они должны быть пока так, нужно в таком порядке. Да, самое интересное, что у нее эти ассоциации периодически меняются. И каждый раз у нее логика идеально подходит. А предыдущая почему-то быстро отменяется. Ну, ладно, это для другого видео уже. Потом расскажу, какие у меня были раньше ассоциации. Ничего себе! И сейчас. Для какого видео? Ты хочешь им рассказать более подробно про парфюмы? Ну, мне сейчас некогда про это как бы рассказывать. Ты бегаешь, и у тебя рот занят? Ты ж ногами бегаешь, рот свободен. Ну, я еще же думаю. А, вон она что. Короче, ладно, вот, не буду вас мучить передергиванием камеры из одной стороны в другую. Вот вам покажу, что у нас на данный момент. Бегаю туда-сюда. Короче, она выставляет, получается, точно так же, как у нас все стояло, только более аккуратно и пыль, получается, протираем, да? Ну, давай внизу сейчас будем тоже каталоги ставить. Так, а коктейльчики ж мы хотели с тобой еще куда-то там передвинуть. Да, мы как раз их вот сюда и будем ставить сейчас. Вот, да. У нас освободились вот эти две полки. Мы на эти две полки сейчас поставим вот эти коктейльчики. Оттуда вниз каталоги положим. А тут, где коктейльчики у нас, мы немножко... Добавится полка для женского парфюма. Да, немножко разгрузим, потому что уже слишком натыкано. Хочется немножко упорядочить, скажем так. Ладно, пока там Татьяна бегает, я вам поближе покажу полки, что у нас на них стоит. Потому что был запрос показать нашу витрину. Вот, ну, Татьяна уже прям отдельно там вам потом обзор снимет. Татьяна, снимешь, расскажешь про свою логику выставления товаров на полках. Ну, вообще-то мы с тобой это вместе обсуждаем. Ты можешь тоже это рассказать прекрасно. Я ж не знала, какая у тебя там логика. Ну как, мы с тобой обсуждали, что за чем должно стоять и почему. Да, но если я про парфюмы, как я расскажу? У меня там никакой логики нет. Мне пофиг, где они там стоят. У меня логика мужский и женский. Я буду сзади тебя бегать, чтобы не маячить в кадре. Хорошо, я сейчас быстро пробегусь по полочкам. Вот смотрите, для мыла, что мы придумали. Вот так его поставили, потому что замучились на этих бумажках. Если кому-то надо, будет формочку продемонстрировать. Мы вот так корзинку берем. Идем вот сюда. И здесь уже человеку на столе получается. Вот тут показываем. Да, мальчик понюхать, он сможет уже мылиться. Да, да. Вся каразина. Вот, короче, так у нас мыло теперь будет стоять. Вот, и потом обратно вот так убираем. Да, еще вот тут мы тоже добавили этих корзиночек, потому что вот эта вся рассыпуха, она раньше лежала у нас тут сверху. И когда начнешь прибираться, пыль вытирать, и каждый раз вот эти тюбики с места на место, короче, время много занимает. Мы решили их в коробочку сложить. Татьяна решила, я одобрила, сказала, пожалуйста. Я одобрила, если честно. Ну, она да, если что-то задумала. Потому что если я задумала, даже если она не согласна и уйдет домой, я потом все равно, когда мы одна, переделаю по-своему. А ты думаешь, я потом не замечаю, что ты переделала по-своему? Замечаюсь, но так как ты не любишь этим заниматься, ты оставишься, как есть, плюнешь на это и скажешь, да, фиг. Я, да, это пропущу просто и все, и не буду париться. Думаю, сделаю ей приятное, раз для нее это важно. Только меня может заморачивать, ее это не заморачивает, поэтому... Потому что перестановка на витрине никак не влияет на товарооборот. Да, ну, я понимаю, но когда на полке какой-то определенный порядок и когда удобно убираться, это упрощает жизнь. Ну, согласна, да. Я уверена, что потом пройдет еще какое-то время, и она вот эти каталоги все поставит, наверное, по номерам и по годам. Я угадала? Вот так и будет! Ну, там стопочки они у меня стояли все по... Как это сказать? Ну, скажи, как там. Вода там выхода, по номерам. Да, вода там выхода стояла. А сейчас, пока я их перетаскивала быстро-быстро, они все перемешались. Ну, не знаю, может быть, это будет не скоро, но когда-то точно будет. Да, понятно, ты долго терпеть не сможешь. Да, может быть, даже вы узнаете об этом в каком-нибудь из моих влогов. Да, Татьяна очень щепетильно относится к порядку. Перфекционист. Аккуратно шатаемся. Я хочу уложиться в полтора часа. Уложишься. Вот, с парфюмами, с мужскими уже последняя полка, считай, закончилась. Размонеться по словам, ну и все. Она вошла во вкус и все очень быстро стала делать. У нас уже... Ну, самое сложное уже было. Ну, да. А это уже, как бы, тут особо ничего менять не надо. Поэтому просто пыль убрать. А тут нам приходи, пришлось все полки переделывать. Поэтому немножко у нас это много времени заняло, скажем так. Совсем даже не немножко, если честно. Ну да, весь день мы, получается, возимся с витриной. Но все равно. Несколько раз потом это все меняли. Сначала так, потом решили, что по-другому лучше. Мы подумали, и я решила. Да, ты вот, так и надо было говорить. Что я сначала поставила, все посмотрела, потом походила, подумала и еще раз переставила. У меня еще есть мысли, так что не факт, что это последний окончательный вариант. А что тебе мешает сразу сейчас? Нет, ну, такие мелкие моменты, есть кое-что еще. У тебя голова не тем забивается. Уже поставили и все, и забудь ты. Ну, может быть, так и будет. Я ничего не гарантирую. Понятно. Ладно, дальше мы разбираемся с этим хаосом, потому что, конечно, на завтра надо уже здесь оставить порядок. Это вот настолько насобиралось разных флакончиков, баночек, пузыречков, коробочек, которые мы, получается, выкинем. Да, это точно. Что-то сдадим в этот, вот в этих коробках в сбор пластика, а что-то там бумажки, ну, там на мусорку выкинем. Короче, посмотрим. Так, а это что у меня? Где? А, это элемент восьмой. Пробничек? Почему? А почему он у тебя там? Почему он там? У тебя же пробники все где-то... Непорядок! А, это, наверное, не синий восьмой элемент, а какой-то другой спорт. Спорт, да. Тогда порядок, тогда порядок. А все, как надо. У нее пробники в отдельной папочке. Не папочка, у меня две коробочки. Простите, пожалуйста. В одной коробочке у меня мужские пробники, а в другой женские. Причем будете смеяться, коробочки это из-под телефона. Они сейчас у меня дома, в следующий раз как-нибудь покажу. Причем все пробнички у меня в зип-пакетиках. Так кто бы сомневался. Потому что, ну, как бы пахнут, пахнут. Короче, так у нас происходит процесс уборки, перестановки. А там вот шнур от переноски. Переноска ведет у нас что? Подключает интернет. А еще, вон там провод внизу. Тан-дан-дан-дан-дан. Так по кругу, по кругу, по кругу, по кругу, по кругу, по кругу. И приходит к компьютеру. Вот к этому. Так, близко я не буду подходить. Там заказы мы выдавали. Мой рабочий инструмент. Да, ладно, все, дальше торопимся. У нас давно не было репортажей. С полей? Да, мы уже, у нас уже конец рабочего дня почти. Чуть-чуть там осталось времени. По-моему, час. Или полчаса. Сейчас пойдем посмотрим, что гадать. Вот. 15, 26. О, заодно вам покажу, какой у нас на данный момент результат. 153 тысячи 275 рублей. Отгрузили еще сегодня. И вот, смотрите, три стеллажа готовы. Посмотрите, как классно все выглядит с каталогами вот внизу. Что сразу было не предложить? А, Татьяна, долго носила эту идею? Долго я носила эту идею в голове. А зачем долго носить? Надо сразу делать. Про книги, видишь, мы с тобой сошлись тоже. Про книги у меня тоже была мысля в голове. Зрители не поняли, про какие книги, какая мысль. Некоторая библиотека у нас в фунте выдачи, книги, которые мы даем всем желающим, почитать. Для сетевиков, да. Мы тоже их выставим на полку. Потому что пока они лежат в гробке, никто не знает. Про них, если мы не скажем. Да, мы можем даже напечатать вот такую бумажечку, типа как вот здесь тестеры у нас. Мы можем написать библиотека сетевика. Да, у Римы есть специальная тетрадка, куда она записывает, кому какую книгу выдала. Вот, так что, если вдруг что, что-то потом не забыть. В общем, своего рода такой библиотекарский учет, скажем так. Ну да, потому что, потому что не помнишь, кому что дал. Книги все-таки, ну, как бы не самый дешевый продукт. Да, тем более там... Книгу можно найти сейчас. Да, вот эти вот сетевые, они очень редкие. Поэтому, куда я поставила вот... Почти уже заканчиваем. Вот, осталось только парфюмчик у нас. Смотрите как. Так, я какую полку, вот эту я пробегалась. А вот это я вам не показывала. Вот, побольше. Ой, поближе. Уже заговариваюсь. Это мужские парфюмчики здесь у нас. И вот мужская полочка. И вот еще. Ну, и здесь вот пошли коктейльчики. Коктейльчики приехали. И вот. На другую полку. Раньше они были вот тут внизу. Да, вот здесь они стояли. Но мы высвободили. Теперь. Потому что женские парфюмы не помещаются. Татьяна сейчас парфюмы расставляет точно в таком же порядке, как и было. Просто, считайте, протираем пыль. Освежаем. Вот. Еще у меня в заказе вот такие штуки. Насадки для зубных электрических щеток. Сама электрическая щетка. И ирригатор. Я все хочу снять обзор. И потом только заберу домой. И вот Татьяна мне уже дала поручение аккуратно открывать коробку. Не порвать ее. Чтобы принести упаковку на стенд. Вот сюда на витрину. Вот только она не сказала, какое место она уже там подгадала. Потом узнаешь. Это что было-то? Потом узнаешь. Ну понятно. Я теперь должна ходить и думать. Мучиться. Так. Ты разгоняешь мои мисли. Ну так. С ней нельзя разговаривать. У меня освободилось место. Мне надо понять, что туда поставить. А где же у тебя там место освободилось? Я отсюда убираю парфюмы. Они пойдут в самую нижнюю полку. Потому что что? Потому что Пандор вывели. Да. Здрасте. Вот это я ауру тоже давно не видела в каталоге. У меня возврат. А что случилось? Не подошло по размеру. Хорошо. Сейчас вернем. Мы продолжаем. Клиентка пришла на возврат. Принесла. Вы как раз это услышали. Бюстгальтер брала. В заказе. Просто не подошел размер. Принесла. Оплаченный возврат получается. И Татьяна про розочки сейчас говорила. Что она их чуть выше подняла. Но они даже так прикольные смотрятся. Слушай, так богатенько букетик стоит смотрится. Мне нравится. Потому что там была лысовато. Мы доложили разных туда розочек. Красивенько. И стало поинтереснее. Да. Вот. И Татьяна еще все-таки решила обратно. Как и было. А где пандор? Или ты не все? А, ты. Пандор я ставила отдельно. Вон его на низ. Потому что раз его вывели. Что ему там стоять, место занимать? Да. Но мы его не будем никому дарить. Да? Мы бывают парфюмы, которые уже сняли с производства. И они у нас, допустим, стояли на тестерах. Кому-нибудь дарим. Ну, клиенты, которые к нам приходят там за заказами. За хорошими заказами. За маленькие мы, конечно, не дарим. Как бы такой дорогой получается продукт. Вот. А парфюмы, которые нам нравятся, мы не дарим. Пандор нравится и мне, и Татьяне. И я тоже в большой печали, что его сняли с производства. Я писала запрос в обратную связь. И мне ответили, что все, сняли. И причем, знаешь, что интересно? Написали, что ближайший по аромату. Вот отгадай, какой предложили. Вместо Пандора? Да. Вот я вообще не согласна. Мур-мур. Да нет. Я тебе говорю, из обратной связи мне так написали. Самый ближайший. Мур-мур. Я тоже не согласна. Вообще никак. Вообще рядом не стояла. Самый ближайший, наверное, желтый Юдашкин. Ну, где-то что-то, но не совсем. Или Бомонд. Но Бомонд чуть-чуть. Нет, там перчинка такая. Больше древесного такого. И там перчинка. И Бомонд же тоже сняли с производства. В смысле? Мы про вот этот говорим? Бомонд. Сняли? Да, все. Мой любимчик. Блин. И тебе он нравился? Я его тоже пользовала, да. И на термайзер свой добавляла. Ну вот будем. Короче, Бомонд тоже никому не отдадим. Прощай! Я снимаю тебя с полки. Прощалась со слезами, но с радостью убрала с полки. Кажется, ей нужно место под какие-то другие парфюмы освободить. Да, Татьяна? Надо проредить. Туда-сюда. Вот видите? Туда-сюда. Фигара тут, фигара там. Вот у нас как выглядит корзиночка. Это супер корзинка за заказы от 10 тысяч рублей. Либо те, кто играет с нами в лотерейку, разрешают снять видео. Вот в эту лотерейку. Разрешают снять видео, как человек забирает заказ. А у тебя те файлы, которые ты тогда сняла, удалились, да? Какие у меня файлы? Ну, когда мы эту лотерейку запустили, у тебя было два человека, кто выиграл подарок вот отсюда из супер корзинки. Но у Татьяны произошел глюк с телефоном. Телефон сломался. И поэтому... Ну что ж, бывает и такое. Тех видео нету теперь. Зато теперь у тебя другой кадр. Покрасивше, чем был. Мне больше нравится, как этот телефон снимает. А тебе? Ну, не знаю, я еще особо не задавалась вопросом, если честно. Понятно. А куда ты вот это определись? Что это у тебя осталось нетронутым? А, вот это? Да. Ну, не знаю. А можно вот сюда? Вообще там не видно его. Вот кто поверит, что мы вот это целый день в этом капошимся? Целый день капошимся. А это вот сюда? Да. Вот. Зато приятная новость. Я уже не помню, что там я вам показывала, что не показывала. Вот, смотрите, сколько у нас места освобождается. Видите? И вот еще целый угол вот здесь вот. Вот. И вот, короче. Надеюсь, что хотя бы наполовину проблема с этими, с коробками на полу будет решена у нас. Татьяна вся в заботах. Не будем ее больше отвлекать. Пусть спокойно себе придумывает, куда что поставить. Там точно надо порыться. Но не сегодня. О, что-то там уже надумала. Где-то уже хочет какую-то перестановку. Где-то у нее уже какая-то логика поменялась. Поменялся. Да? Ну, понятно. Парфюм в женских однозначно порыться. Прямо вот точно порыться. Мы когда будем в команде открывать новые пункты выдачи, обязательно будем туда брать Татьяну, чтобы она нам там логику для витрины устанавливала. Ну что, это уже как традиция. Буду рада, если позовете. В смысле позовем? А ты что, не будешь открывать пункты выдачи в своей команде? А, ну буду. Ну. И что, ты сама себя не позовешь? Не, ну я думала, может ты говоришь про тот пункт выдачи, который ты хотела открывать еще один. А, ну естественно, я везде позову. Тебя-то что? Ну вот, потому и говорю, если позовете. Конечно, обязательно. А ты что, со мной уже на «вы»? Ну, я же про команду. Ты же будешь с кем-то открывать. Ммм, о как. Ну да. Короче, все, мы продолжаем. Вот у нас, какая красота. Видите, за промостойкой бардак. Это, скорее всего, мы выбросим. Там были у нас какие-то перегородки для чего-то, я уже не помню. Вот еще коробка мы не разобрали. Это я вам уже показывала. Куча всего-то, что мы выкидываем. Что-то просрочилось, что-то уже перезапустилось. А по промостойке с парфюмами у тебя какие-то мысли есть, куда ее поставить? Что-то она улыбается, кажется, да. Ну, давай. А ты хочешь прям сейчас, чтобы я выдала? Да, а что такое? А, ну, все проблемы надо быстро сразу решать и забывать про них. Что, месяц, что ли, заниматься перестановкой? Одного рабочего дня более чем достаточно. Мне еще вот это не нравится, нагромождение с мусорными этими коробками. Ну, хорошо, а как? Другой какой вариант? Да никак. Место особо тут не разгонишься. Их должно быть пять коробок. Прямо стойку пока тут оставим, наверное. А куда ты еще хотела ее поставить? Ну, не знаю, нет смысла ее назад к окну возвращать, потому что мы все время ходим окно открывать. Ну да, неудобно. И плюс людям будет далеко ходить. Да, не хочется их сюда запускать. Тут пока останется, наверное. Ну, хорошо. Столы, может быть, немножко подвинем. Да, может быть, туда чуть-чуть подвинем, чтобы вот здесь у нас был пошире проход. Потому что мы слишком часто, ну, вернее, я слишком часто хожу и задеваю стеллаж пятой точкой. Татьяна у нас изящная, миниатюрная, аккуратная, а я неповоротливый медведь. Заметьте, что Татьяна с этим соглашается. А если я тебе скажу свое мнение, ты все равно меня послушаешь, что ли? Я тебя, да, всегда слушаю. Я тебя уже сто раз говорила, как ты не медведь. Я тебя боюсь. Ты как на меня гаркнешь, как ногой топнишь, как рукой хлопнешь. Еще люди поверят. Ну да. Ну, вообще топать не умею, да. Если Татьяне что-то в голову взбрело, ее не переубедишь. Нас всегда делают только так, как считают нужным. Это человек, который не поддается абсолютно никакому влиянию. В дрессуре я не поддаюсь. Все только через добрую волю. Слушай, как ты корзинку красиво прям поставила с розочками. Она в кадре так классно теперь смотрится. А мы же по какой-то логике, та-та-да. У нас же сначала розочки вот так стояли. В такой корзинке. А потом мы почему-то из нее переставили что-то другое. В стакан. Нам нужны были эти корзиночки, потому что когда мы ходили с визильками по улице, мы в эти корзиночки ставили розочки разных цветов. Да, точно. И пришлось принести из дома стакан. Да, вот в этом стакане у нас они стояли в узеньком. Точно. А теперь вот видите, побогаче, покрасивше стало. Сейчас поинтереснее, поярче. Ну и не так будут пылиться, все-таки там низковато. Вроде бы и все время вытираем пылюку. Но так как окно все время открываем, а там у нас еще и стройка за окном. Да, пыли летит вообще отрылдец. Пыли, конечно, летит. Мама, не горюй. Да, кстати, вот это тоже надо же вместе с розочками сюда перенести. Блотеры. Это блотеры. Я не знаю, сейчас они, наверное, и не продаются. Или продаются вот эти вот блотеры. Ну, я давно не видела, если честно. Эти были ленточки, по-моему, я видела. А такие, мне кажется, уже давно не видела. Ладно, мы продолжаем. Время-то у нас уже тик-тик. 15.43. 20 минут осталось. Ускоряемся. Так, показываем масштабы, которые мы сегодня перелопатили. Мы две упахавшиеся. Никакие. Особенно Татьяну. Ну, завтра еще буду доделывать. Ну, мы основное сделали. У нас, получается, вот осталось разобраться с папками. Там у Татьяны разные вспомогательные материалы, инструменты. Слайды. Смотрите, сколько мы места высвободили. Вот. На коробках у нас везде есть пометочки, чтобы мы знали, что там есть. Это вот подарки. Пустые банки. Это розочки на палочке уже. Это просто бутоны розочек. Так. И здесь вот тоже пустые банки, пустые банки. Ну, а это, где уже цветные наклейки, вы видите, это все уже заказы. Вот. И внизу. Вот. Видите, мы параллельно, естественно, выдавали заказы сегодня. Пока работали. Татьяна ноготь сломала, пилит стоит. И маячки. Ты рассказывала про пивку фаберликовскую? Ругала ее уже? Да, я рассказывала, но еще видео я только сегодня выложу, потому что... Ну, вот посмотрите видео про стеклянную пилку. Плохая пилка. Татьяна ее не рекомендует. Не берите. Кстати, я сегодня попробовала станок бритвенный наш новый. По-моему, тоже его не берите. Но я не знаю, я еще раз его попробую. Я тоже на него глядела. Вот этот, который из серии D-Line со сменными бритвами. Что-то мне показалось, что он скользит, скользит и вообще нифига не бреет. Ну, я просто сильно уже торопилась, а утром в итоге старой бритвой там везде сделала, где мне надо брила. Вот. А так что-то возишь-возишь и все на месте. Странно как-то. Что я в итоге хотела эти парфюмы на низ поставить, а теперь у меня опять места нет. Ну, ты как всегда в своем репертуаре. Вот, а пусть стоит до завтра. Вот у нас тут еще что-то там. А, тут старые нарезанные каталоги. Мы их тоже повыкидываем, из которых Татьяна выдирала листы. Потихоньку, короче, повыбрасываем. И вот масштаб завалов. Здесь тоже коробки всякие пустые, посвобождались. Это уже Татьяна завтра будет разбираться с ними, посвобождать. Пока все бросим так, как есть. Прямостойку тоже потом перенесем. Завтра мы уже упахались. Да? Да, уже надо бы как бы... У нас тем более уже конец рабочего дня. Вот. Так что, короче, давайте еще вот так вам покажу. Какой результат у нас получился. Ну, самое главное, самое масштабное сделаем мы сегодня. Вот, смотрите, как выглядят теперь витрины у нас. Издалека. Меня больше всего радует то, что внизу теперь каталоги. То, что они теперь вот там в углу не лежат. Потому что мне это не нравилось. Но одевать их некуда было. Если честно. Вот. Конечно, по идее, вообще надо бы их раздавать и с ними работать. Но это ж надо с ними любить работать. Я терпеть не могу с ними работать. А выкидывать такие инструменты жалко. Мало ли, все равно найдется кто-то, придет в команду кто-то, кому именно таким методом захочется работать. А тут опачки. У нас уже есть подборочка. Каталоги, даже если они старые, все равно они хорошо работают. Хотя бы на то, чтобы показать, какой у нас есть ассортимент. А также на то, чтобы показать, насколько сильно старается компания Фаберлик выдерживать цены. Ну, просто в старых каталогах цены отличаются. Там они ниже. Да. Но если сравнить с сегодняшними, повышение не такое значительное, как, например, в магазинах. Значительное, да. И это тоже дополнительно плюсик в нашу копилочку. Ну, вот видите, мы тут уже потихоньку начинаем собираться. Вот, все, Татьяна, давай со своими зрителями прощайся. А ты-то на мой записываешь? Конечно. Я думала, это к себе. Нет. Фух, короче, упахалась сегодня. Ну, меня радуют результаты сейчас, ну, что получилось. Я довольна. Так что... Не знаю, что там получится по времени, если будет слишком длинный. Может быть, на два видео разделю. Короче, посмотрю, что там, какие кусочки записались. Да нет, я думаю, что не сильно длинный. Может, на полчаса где-то. Что там на голове непонятно? Да классно у тебя на голове. Это фишка твоей прически. Как не наклоняйся, все равно классно выглядит. Да, я люблю такую небрежную лохматость. Мне нравится. У меня так не получается. У меня волосы стремятся, как я. Прочи, как это сказать, к строгости. И к постоянству. Да. Они... Нет, я бы, может быть, и хотела какой-то объем. Ну, они не хотят. Ну, мои, может быть, тоже не хотят, но их никто не спрашивает. Главное, что хочу я. Поэтому тут без вариантов. Смотрю, так оно меня не пройдет. Ну, мы же не могли по-другому бахнуть. Это мы же замученные, уставшие. А нам все равно весело. Наверное, по нашим лицам уже видно, что мы уже как бы... Да, особенно по-моему сейчас видно. Оно настолько уставше, что даже в кадре его нет. Ну, ладно, увидимся теперь уже, наверное, завтра. Завтра буду опять что-то, наверное, записывать, потому что все вот это еще надо разгребать. Поэтому, наверное, вы будете разгребать вместе со мной все это. Так что, если еще что поделать, так что на сегодня прощаемся. Мы, Римма и Татьяна, как обычно вещали из нашего пункта выдачи Фаберлик в городе Краснодар по улице Яскова, 28. Обязательно с вами еще надеемся встретиться здесь же, в нашем пункте выдачи. Так что заглядывайте к нам на огонек. Всем пока! Пока!